Стеллу в Березняках построили еще в 1982 году в честь 50-летия города. Отсюда и название площади, на которой она стоит. Юбилейная. И кажется, с этого момента архитектурный ансамбль совершенно не изменился. А он на минуточку первое, что видят приезжающие к нам люди. Еще в мае этого года во время прямого эфира глава города рассказал о предстоящей реконструкции. В этом году мы привлекаем туда специалистов по архитектуре и дизайну, чтобы они нам сделали дизайн полностью вот этой площади. Стеллу саму естественно сохраним, сделав там ремонт. Но там вокруг этой стеллы нам надо, чтобы уже была какая-то цивилизованная территория. И вот спустя несколько месяцев процесс реконструкции запустился. В августе текущего года заключен договор возмездного оказания услуг с архитектурным бюро вещь. Стоимость работы составляет 600 тысяч рублей. В рамках договора архитектурное бюро должно предоставить концепцию развития площади юбилейная. Срок работ в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. В этот период организация обязана разработать архитектурную концепцию и согласовать ее. К слову, архитектурное бюро вещь из Пензы уже не первый раз реконструирует Березники. Недавно мы рассказывали о том, какое обновление ждет у Соли Строгановская. Этот проект разработали те же архитекторы. Что же касается площади юбилейная, то специалисты уверяют, основные монументы сносить не будут, лишь обновят. Сегодня мы связались с архитекторами из Пензы по видеосвязи, чтобы узнать о предстоящих планах. Ну и более функционально насытить площадь. И за самим монументом тоже пространство можно все благоустроить. Там устроить может быть какую-то детскую площадку, потому что прилегают жилые дома. Ожеленить. Поинтереснее, в общем, все сделать это пространство. Сам проект реконструкции еще не создан. Специалисты решили сначала спросить мнение горожан. Для этого они создали онлайн-форму опроса, из которой узнают, в чем больше нуждаются люди. Если вы тоже хотите принять участие в голосовании, заходите в группу ВКонтакте «Березниковский урбанист». Нам важно получить именно какие-то пожелания от местных жителей. Просто что им нужно от этой территории, что им нравится, что не нравится. Просто потом эти жители и будут пользоваться данной территорией. И необходимо ответить на их запрос. Онлайн-голосование продлится до середины октября. По словам проектировщиков, исходя из ответов горожан, и будет строиться проект обновления, представить который архитекторы обещают уже в середине ноября. Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.